Военное обозрение Израиль использует БПЛА для сокращения времени реакции артиллерии. Вчера, 6-8 Израиль использует БПЛА для сокращения времени реакции артиллерии. Израиль сформировал новое подразделение беспилотных летательных аппаратов, БПЛА, с целью улучшения взаимодействия между боевыми бригадами и поддерживающей их артиллерией. Это новое подразделение оборудовано БПЛА Гермец-450, которыми управляют солдаты, обученные действовать как очень эффективный связной элемент между наземными подразделениями, особенно пехотой, а также любыми артиллерийскими подразделениями, действующими в пределах досягаемости дронов. Целью всего этого служит сокращение времени между первичным наблюдением цели и ее уничтожением снарядами или ракетами. Испытания показали, что операторы БПЛА, рекомендированные к пехотным и артиллерийским подразделениям, а также знакомые с порядком их службы, способны не только определять потенциальные цели и оперативно вызывать артиллерийский огонь, но также подтверждать те цели, которые пехота пытается уничтожить и обеспечить огонь по этим целям уже в течение нескольких минут. В прошлом пехота могла вызвать артиллерийский огонь по целям, которые они наблюдают, но в течение последнего десятилетия пехота обзавелась своими собственными небольшими беспилотными летательными аппаратами, которые часто способны заметить цели за пределами видимости артиллерийских наводчиков. В случае, когда артиллерийский наводчик буквально не смотрел через плечо оператора БПЛА, то он не был в состоянии подтвердить цели вызвать огонь. После испытания нескольких альтернатив было принято решение о том, что дроны HOMIS-450, управляемые операторами, обученными вызывать огонь и обладающими связью одновременно с пехотными и артиллерийскими подразделениями, является лучшим решением. Операторы артиллерийских БПЛА также могут поделиться наблюдаемой информацией с командирами соседних пехотных подразделений для подтверждения цели в случае, когда эта цель видна только с воздуха. Артиллерийские БПЛА – это только последние израильские применения беспилотных летательных аппаратов. Например, в 2014 году Израиль заменил последний из своих боевых вертолетов 1 Кобра на вооруженные БПЛА HOMIS-450 Первоначально существовал план по замене боевых вертолетов 1 Кобра на боевые вертолеты 64 Апачи, которых в Израиле на вооружении уже 44 штуки, но даже A столкнулись с конкуренцией со стороны БПЛА, и было принято решено, что замена 1 Кобра на БПЛА будет более доступной и эффективной. Израиль в настоящее время располагает парками с более чем 70 крупных, более чем четверть тонны, БПЛА. Израиль наряду с США является основным пользователем на планете крупных, размером с предатор, БПЛА. Главным образом регулярно применяют дроны для операций по обеспечению безопасности границы и борьбы с терроризмом. Решения об артиллерийских БПЛА и Кобрах позволяют еще больше расширить применение БПЛА. Наиболее распространенными крупными БПЛА на вооружении Израиля являются Херон, Гермес и Сёрчер. Hermes 450 является основным БПЛА в израильских вооруженных силах. 20, а то и более этих дронов были одновременно ежедневно задействованы во время войны 2006 года в Ливании. Опыт боевого применения привел к расширению флота Гермесов. Гермес 450 является 450 килограммов летательным аппаратом с полезной нагрузкой в 150 килограммах. Он также может нести ракеты Hellfire, имея длину 6,5 метра и размах крыльев 11,3 метра. Он способен оставаться в воздухе до 20 часов за вылет и летать на высоте в 6500 метров. БПЛА Гермес 900 похож по размеру и внешнему виду. На американский Predator оба весят 1,1 тонны, но израильский дрон спроектирован в основном для большей продолжительности полета. Размах его крыльев составляет 15 метров. Hermes 900 может оставаться в воздухе в течение 36 часов и несет полезную нагрузку в 300 килограммах. Searcher 2 представляет из себя дрон весом в полтонны с продолжительностью полета в 20 часов. Максимальная высота полета составляет 7500 метров. Радиус действия доходит до 30 километров от оператора. Он способен нести до 120 килограммов полезной нагрузки. Heron Eye представляет из себя 1,45 тонны летательный аппарат, похожий на американский БПЛА. МК-1 Predator Израиль также имеет в своем распоряжении несколько БПЛА, по-видимому, менее 6, особо большого радиуса действия. Эти БПЛА Heron TP являются 4,6 тонны летательными аппаратами, способными действовать на высоте 14 тысяч метров. Это выше, чем эшелоны коммерческих воздушных перевозок, так как правила воздушного движения сильно ограничивают и часто вообще запрещают использование БПЛА на той же высоте, что и коммерческие самолеты. Heron TP Несет полезную нагрузку весом в тонну, что позволяет размещать на нем датчики, способные, несмотря на большую высоту полета, выдавать детальную картину происходящего на Земле. Продолжительность полета в 36 часов делает Heron TP Конкурентом для американского Q 9 Reaper Heron TP Применяется для дальних миссий, большинство из которых не обсуждаются в средствах массовой информации. В последние несколько лет пехотные подразделения приняли на вооружении 7 килограммов БПЛА Skyrider Небесный наездник Питаемый от батарейки дрон может оставаться в воздухе только в течение одного часа за вылет. Первоначально планировалось оснастить артиллерию небесными наездниками, но полевые испытания показали, что Hermes 450 с большей продолжительностью полета является более практичным выбором. Израиль успешно экспортирует большую часть из этих БПЛА, в основном потому, что все они были проверены в бою.